Сегодня исполнилось 83 года со дня рождения великого богослова шейха Саида Афанди Черкейского. Его жизнь не оборвалась 8 лет назад в результате чудовищного террористического акта. Он был одним из самых уважаемых религиозных деятелей Кавказа. Его гибель стала потрясением для мусульман Дагестана. На его похороны пришли более 100 тысяч человек. Многие эксперты в свое время считали его незаменимым лидером мусульман республики. Саида Афанди был человеком, который направлял на верный, искренний путь. Был человеком, который придерживается умеренного ислама, далекого от экстремизма и терроризма. Молодым людям следует беречь себя, используя свой разум, особенно в наше время. Нельзя слушаться, кого попало. Вы же видите, как народ пропадает. Будьте осторожны. В нашем шазалийском Вирде после каждого сотого истихфара или салавата или зикру мы учим произносить «О Аллах, Ты моя цель, и лишь к Твоему удовольству я стремлюсь». Что же это означает и для чего мы это говорим? Дело в том, что люди, занимающиеся богослужением, подразделяются на три категории. Одни из них совершают его для показухи. Это все пропадет зря, и даже вот столько им не будет от этого пользы. Другие – чтобы достигнуть рая или уберечься от ада. Это вторая категория. А третий – лишь ради довольства Всевышнего Аллаха. Они говорят «Иляхи анта максуди». Смысл этих слов «О Аллах, я поклоняюсь, чтобы познать Тебя». Ни достижение рая, ни защита от ада не является моей целью. Моя цель – познать Тебя. Далее – «Варилла каматлюби». «И то, к чему я стремлюсь посредством этого служения Тебе, лишь Твое довольство». Вот самый лучший и самый чистый избранный путь ислама. Шейх оставил после себя великое наследие, тысячи учеников, сотни проповедей, а также десятки книг, такие как «Побуждение», «Внять призыву Корана», «Истории пророков», «Сокровищница благодатных знаний» и другие. Саидафандия по сей день остается в сердцах тысяч мусульман по всей стране.